Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и мы идем гулять с вами в Космопорт. Так, зашли мы с вами в Нью-Йоркель, здесь такие штанишки есть, можно как домашний, может быть даже на улицу выйти, но на черный цвет пристают всякие волосы, мне очень приятно. Вот эти вот прям самые то, но все равно немножко тонковатые, наверное коленки будут свисать. Материал такой мягкий, приятный на ощупь, их очень много штанишек, хочется купить, но не знаю стоит или нет. Также есть курточки интересные, но мне нужна аналогия, поэтому будем искать дальше. Вот только на половину молнии. Так, цена полторы тысячи. Тоже симпатичные, но жалко, что половина молнии так на середине, даже на середине, около груди. Станишки с муки-маусами, еще какие-то буковки А, какие-то ромбики, довольно интересно смотрится. Не знаю, как будет смотреть с комплектом. Такие необычные. Форточка также к ней идет. Коричневатый, вот как это выглядит. Мне кажется, даже в какой-то степени на пижаму похоже. Я не знаю, как будет. Я не знаю, как будто. Это не знаю, как будет. Поехали. Зашли мы с вами в Хофф, здесь будут такие вот картины, написанные маслом. Зеркала очень интересные, необычные, красивые, здесь у нас часы, большое разнообразие разных часов, посмотрите какие они красивые, необычные, будильники даже. Большой будильник смотреть, вообще классно. Красивый, огромный такой. Так, здесь у нас посуда разнообразная, стаканы стеклянные, цветные, очень красивые, модненькие вот эти банки с крышками, с трубочкой. Их так искали все. Кормочки для льда разнообразные, конфетница, посуда. Вазы какие шикарные, они такие, прям блестят, такие красивые. Тяжелые, кстати, очень. Много-много тарелок, целый ряд, огромный ряд. Деревянная посуда, там справа чуть-чуть бывает. Такая моя, смотрите, разнообразная посуда сейчас пошла. Здесь тоже очень красивое разнообразие. Тарелочки квадратные, вернее прямоугольные тарелки, которые я так давно искала. А здесь посмотрите, какие красивые, красочные, голубенькие. Чего только не придумают. Ага. Так, тарелочки, стаканы. Здесь очень красивые, посмотрите, целые наборы. Две тысячи стоят. Так, зашли мы в следующий магазин. Я в поисках зимней куртки. Моя уже старая. И это, по-моему, мы в Ашане. Да, это мы в Ашане. Кстати, довольно интересные куртки, недорого. Но ткань такая прям плотная, четкая такая. Ну, не знаю, все куртки сейчас ставят такие тонкие. Не как раньше были, продавались прям толстые. Все тонкие и непонятно, то ли это зимние, то ли нет. То есть так-то похоже на зимние. Но мне хотелось что-то такое необычное, красивое. Какое-то такое. А тут что-то продается, что-то непонятное. Вроде так-то красиво, а как-то... А здесь вот для фотографий. Типа клетки сделаны. Очень довольно интересно, красиво стоит. 418 рублей. Прищепочки. Через эти прищепочки прицепляешь фотографии. Типа клетки. Очень красиво смотрится. Ничего только не придумает. Так, здесь у нас уже подготовка к Пасхе пошла. Хотя еще там почти середина осени. Но уже продаю всякую глазурь. Желтенькая, зелененькая, чтобы рисовать. 61 рубль стоит она у нас. Всего два цвета. А нет, третий фиолетовый еще есть. И все. Как-то три цвета довольно маловато. Хотелось бы побольше. Может быть купили уже просто. Какое бы на разнообразие всего. Очень много всего сейчас стало продаваться. Здесь у нас ароматизатор пищевой. Жидкий. Раньше как-то в Ашане такого у нас не было. Именно в нашем Ашане. Ну и в других, кстати, я даже не видела. Сейчас в последнее время стали продаваться. И цены, в принципе, вы видите. От 73 до 124 рублей. И также они со вкусом. Лимонная, миндаль, ваниль. То есть не просто краситель цвета, а даже еще и вкуса. Также у нас веечки покрасить даются эти. Краситель золотой. И стоит всего 90 копеек. Был 3 рубля с половиной. Стало 90 копеек. Вообще впервые такое. Что-то в Ашане можно купить за 90 копеек. Именно пачку чего-то там. Желе разнообразное. Вот видите. Коробочки, кстати. Такую я себе одну взяла. Потом расскажу для чего. Ровно 1 рубль стоит. А стоило 12 рублей. Видимо с прошлой Пасхи осталось. И пытаются продать. Много-много всего продают. Не знаю, что будет тогда продавать на Пасху. Коктейль, кстати. Для взбивания. С клубникой. Также там с шоколадом. Но там довольно много едобавок. Поэтому я брать не стала. Хотя, конечно, хотела взять на пробу. Но нет. Проще сделать самим. Его не так сложно сделать. Если хотите узнать, как его можно сделать, напишите комментарии и также лайки ставьте. Да, с бананом также еще есть коктейль. А свой домашний он будет уже без банана. Ой, вернее, без едобавок. Но с любым вкусом, какой захотите. Желатин, сухое молоко, квас даже в пакетиках. Разводишь и, пожалуйста, тебе домашний квас. Они, как раньше, замачивали хлеб. Сушили. Тут тоже всякие. Фондю следует. aa